Приветствую вас, Яна. Давайте разберем ваш вопрос. Обиды. Обиды это всегда про определенные ожидания. Обиды это всегда про определенный паттерн поведения, связанный с тем, как человек справляет с болью, с разочарованием. И, в общем-то, обиды это, собственно, человеческая реакция. Как-то с действием условных людей и других, на которых мы обижаемся, мы как бы направляем на нас самих. То есть, вот, есть человек, а есть человек, человек что-то делает, как себя ведет по отношению к нам. Если он ведет себя не так, как мы ожидаем, нам от этого больно, но мы это как личное осторожнение. По сути, ну, по факту получается так. Вот. И, соответственно, начинаются проблемы из-за этого. Ну, отчасти. 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 Из-за этого понятно, что, как бы, не только, не только из-за этого, да, но... Как бы обиды это про... Вместе с тем, обиды это про определенную инстантину, определенную детку. Вот. Что это значит? Ну, это значит, что обиды, обиды это вообще, говоря, детское поведение. То есть, дети обижаются. Дети обижаются в основном. Вот. Дети же пытаются манипулировать, да, обиды, обиды это манипуляционное поведение. Вот. К сожалению. Обиды это манипуляционное поведение. Вот там, ну, потому что... Через нее, то есть, вот, через обиду, люди, как правило, пытаются для себя что-то получить, как правило. Я не говорю, что всегда так, но вот, как правило, люди пытаются что-то получить для себя, вот. Обиды это, всегда, там, апеллирование, такое, к чувству вины. Вот. То есть, я обижаюсь, и ты виноват. Вот. А почему... Да, и из числа вины ты будешь, там, для меня что-то делать. Ну, к примеру, разные вещи. Как бы... Почему вы хотите изменить людей? Ну, мужчин, точнее. Ну, во-первых, изменить мужчину вы хотите, чтобы вам было комфортно. Это самый... Такой, опять же, несколько детский... Несколько детский это способ получить вот то, что вам нужно, иными словами, да? То есть, если я себя изменю, то мне сразу будет хорошо, мне сразу станет хорошо. Вот. Это иллюзия... Чистой воды, на самом деле. Ну, а вот есть люди, вот, в том числе вы, кто в это ведет. Вот. Потому что, как бы вы человека не изменили, да? Все равно... Ваши эмоции, ваши страхи, страхи, они все равно будут при вас. Все равно они никуда не денутся, они никуда не ведутся. Ну, потому что... На то они, как бы, и страхи, да? На то они, на то они... В общем-то, и... Ваши чувства, они не очень зависят от... Чувств других людей. Вы можете испытывать какие-то чувства к другому человеку, но эти чувства, настоящее чувство к другому человеку, возникает из избытка. То есть, это желание что-то отдавать, а вот желание что-то получить, то есть, это уже здесь такой более... более неоднозначный процесс, да? В отношениях, безусловно, нужно получать обратную связь, да? В отношениях, безусловно, вы можете рассчитывать на определенные отношения к себе, да? Но об этом нужно, наверное, в первую очередь, грамотно заявляться, да? Конструктивным способом, вот. А во-вторых, иметь что-то вроде альтернативного варианта, где... Вы сами, да? Также себе это дает... То есть, вот, ну, такое что-то вроде... Что-то вроде, не знаю, плана Б, да? Вот. И... В данном... В данном случае... Вот то, что важно понять то, что... В данном случае, плана Б у вас нет. И только желание иметь... Мужчин. Мужчин. Ну, то есть, эээ... То есть, эээ... Это может быть ваша компенсация, ну, то есть, эээ... 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 Видео, с папой. Да? Или смирить с мамой. Вариантов здесь, может быть, тоже довольно иного. Вот. И, соответственно, вы сейчас на... Мужчин, получается, переносит какие-то отношения с родителями, а Зарь ведет себя с ними как ребенок, и в итоге плачет за свое поведение таким вот детским чувством обид как раз. То есть тут нужно, я бы сказал, работать, помимо прочего, на личностном росте и культивирование любви к себе. Сейчас у вас этого практически нет. Сейчас это ваша ценность по факту. Зависит от того, как мужчина к вам отнесется. Хорошо или плохо? Если хорошо, то все более-менее хорошо, а если плохо, то вы сразу чувствуете обиду. То есть, или мы словами, отказ не принимать. Ну, как бы, поэтому вам сложно. Мне кажется, так вот, рискну предположить, что вы хотите построить отношения с мужчинами. Тоже очень важный момент. Зачем? Зачем? Зачем вы этого? Ну, как вы, вот, к этому, как вы к этому приходите? Ну, к тому, что, вот, хотите построить отношения с мужчинами, только кажется у вас иными словами. Потому что, если вы хотите построить отношения с мужчинами, например, чтобы что-то, ну, я не знаю. Например, чтобы получить что-то для себя, чтобы чувствовать себя в полношении, потому что вы себя не чувствуете спокойно. Да? А вот, например, чтобы не быть одной. Вот. 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 Где-то, как-как, мне кажется, вообще путь никуда. Совершенно. Потому что всегда таким образом вы будете в позицию находиться просящего, вот, в позицию зависимого, вот. А значит, я вот говорю, ну, в какой-то степени, да, вы будете находиться в потайной тревоге. Что, вот, меня, например, брошат, что меня, например, кинут, что меня, например, обидят, что меня, например, там, не знаю, мне изменят свой вывод. Ну, то есть, такие вот совершенно, такие совершенно приводные моменты вас будут преследовать. Вот. И, как мне кажется, вряд ли вы этого хотите. Вот. Как мне кажется, вряд ли вы этого хотите. Я уверен, что вам этого не хочется. И я вам открою небольшой скрет. Открою небольшой скрет. Не хочется этого никому. Вот. Вот вообще никому этого не хочется. Можете мне повезти. Но. Стоит сообщить не вбейт правду, да. И вам необходимо себя защищать. Вот. А если вы озабочены, озабочены, ну, в отношениях с условными мужчинами, на самом деле. Вот. На самом деле. Вот. На самом деле. То. Я думаю, что нет ничего удивительного. Что. 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 Что вам. Так. Тяжело. Тяжело и трудно. Вот. А. Нужно ли. Решать эту проблему. Да. Нужно. Нужно. Конечно. 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 Нужно. А. Как решать эту проблему. А. Это. Вопрос. На мой взгляд. Достаточно. Интересный. Потому что. Видите ли. Вы. Для начала. В этом для себя. Проблема сами. Вот. То есть. Вы. Гадаете. Вопрос хорошо. Может быть. Вы считаете. Что. Мужчины виноваты сами. В том числе. Происходит. Безусловно. Какая то ответственность на них лежит. Вот. Но. Что это важно. Так это то что. Ответственность лежит. Как на них. Так и на вас. Вот. И. Важно. Чтобы. Увидели. Э. Свою. Ответственность. Не обращая внимания. Особо. На. Там. Ответственность. мужчин, грубо говоря. Потому что если вы будете обращать внимание на тех же мужчин, да, если вы, например, будете смотреть на то, что делает человек, например, вы будете смотреть на то, что он вам дает, например, место того, чтобы обратить внимание на то, что вы можете ему дать, то вы будете как раз таки находиться в зависимом положении и будете обижаться, потому что вам, условно говоря, всегда практически будет не хватать. А будет не хватать чего угодно, энергии, сил, ресурсов, внимания, тепла, заботы, любви, чего угодно. Но вам будет этого не хватать. И вот если вы хотите выйти из, собственно, такого состояния, вот для этого кратски нужна психотерапия вам. Именно для этого вы научились в отношениях опираться на себя. Вот. Это может быть просто. Если вы достаточно гибкий, если ваша психика восприимчива к психотерапии, то может быть достаточно долго, если у вас есть элементы сопротивления. Ну, так или иначе, результат будет либо быстрый, либо медленный, но будет 100%. Вот. Как-то так. На этом Диана, я думаю, можно, в принципе, завершить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Надеюсь, что дал вам еще для размышлений. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и решения всех ваших трудностей. Продолжение следует...